День голосования День голосования День голосования День голосования Но в целом особых серьезных нарушений не было. Избиратели не зафиксировали никаких фальсификаций, вбросов, каруселей и прочего-прочего. Я объясню, почему Брянщина так привлекает средства массовой информации. Дело в том, что за неделю до единого дня голосования там, в Брянске, то бишь разгорелся скандал. главного кандидата и тогда еще действующего главу региона Николая Денина сняли с предвыборной гонки по суду. Но потом главный суд России все-таки вернул его в предвыборную гонку. И теперь выборы проходят по системе второго тура. То есть для победы кандидатам необходимо набрать 50% голосов и плюс один. Ну, в общем, вот так. Сегодня они дали пресс-конференцию. Я предлагаю послушать, что же они такого сказали. Это вот настоящие выборы. Как должно быть? Когда есть законы, кто-то их не соблюдает, вне зависимости от его ранга, от его должности, его с выборов убирают. Верховная власть его восстанавливает. Правильное решение, что вернулись к прямым выборам, это все-таки, на мой взгляд, повысит и ответственность жителей, которые голосуют за того или иного кандидата. Ну, Миш, как известно, не только Брянск привлекал, не только Брянщина, точнее, привлекал внимание журналистов. Самые скандальные, скажем так, регионы – это подмосковные химки. Не Москва, но, тем не менее, город очень близко расположенный к Москве. Там сегодня выбирали не губернатора, а мэра. Но все равно это крупная фигура для подмосковного города. Наверное, было жарко. На самом деле, правда, было жарко, потому что интересны были не столько кандидаты, сколько, на самом деле, событий, развивающиеся вокруг этой предвыборной гонки. Для всех стало удивительно, что кандидат Олег Митвель, который не отличался никакими кардинальными заявлениями, радикальными заявлениями, вдруг сегодня, средь бела дня, заявился в Центральной избирательной комиссии, что, в общем-то, запрещено по законам о выборах. Второй кандидат – Евгения Чирикова, которая выступала за защиту химкинского леса, сегодня блокировала два избирательных участка журналистами. Доблокировали так, что рядовые избиратели даже не могли подойти и взять бюллетень. Но, в общем-то, больше всех отличился, пожалуй, самый необычный кандидат – это Паук, один из участников группы «Коррозия металла», который ранее предлагал вообще снести химкинский лес и на этом месте построить зоопарк с металлическими механическими животными. Сегодня он устроил перформанс, он показал макет пушки, которую построит в случае своей победы. Но из этой пушки он предполагает стрелять неугодными людьми за пределы территории Российской Федерации. Ну, а ближе к вечеру Паук все-таки решил пойти на мировую со своими оппонентами и протянул так называемую «рюмку мира», «рюмку крепкого алкоголя». Ну, в общем-то, одними из возможных, скажем так, собутыльников все-таки стали представители Евгении Чириковой. У нас сейчас приедет целая куча жеников, она должна вообще радоваться дико. Тем более, у нас есть два батла водки, например. В общем, скажи, что я передаю товары, а там дальше... и пусть они нам что-нибудь тоже вискаря ящик пришлют, например. Ну, в целом, вот так сегодня происходили выборы. Напомню, что это был единый день голосования в России, который утвердили по новому закону. В сентябре этого года. Ну, в общем-то, вот так шло голосование сегодня в России. Екатерина. Спасибо большое. Я напоминаю, что на прямой связи из Центра сберкома России был наш корреспондент Михаил Терендьев. Сегодня действительно в России проходил единый день голосования.